Здравствуйте! Сегодня 2 июля 2018 года и наконец-то я в руках держу тираж Касовича. Это уже вторая книга Касовича, которая издается на планете, то есть с вашей поддержкой. Касовичу повезло так же, как и Кнауэру. Кнауэр у нас издавался отдельно и вместе с Миллером. Везунчик Касович. Книга получилась чуть хуже издана, чем Кудрявский. Печать чуть светлее местами, но отдельные страницы. Значит, Касович 176 страниц, то есть тоненькая книга, как Бюллер того же формата, а Кудрявский 160 страниц. Значит, самое отвратительное, что есть в этой книге, это Форзац. Отвратительный цвет, но я к нему не имею никакого отношения, увы. Матовой мелованной бумаги, изданный, значит, портрет. Это вот новинка в серии. Помимо легенды об охотнике Пару Голубей, то есть отрывка из Махабхараты, здесь содержится вступительная лекция о руссанскийском языке и литературе, старой орфографии, но перенабрана. То есть если вся остальная книга, это скан, скан, и потом он обработался, почистился и заново издан, то здесь перенабранный текст. Значит, этот текст для книги чем интересен? Во-первых, здесь красивый шрифт Девана Гарри, какой уже и бывает в современных книгах. То есть французский Девана Гарри, достаточно крупный, четкий, красивый. Шрифт Шлегеля, разработанный в Париже в 1821 году. Достаточно бестолковая транслитерация, но на нее можно не обращать внимания. Латинский перевод и, еще самое ценное, глоссарий. Никогда не пойму, как держать книгу, чтобы камеря была прямой. Словарь – это самое ценное. То есть, так же, как и в Кудрявском, в котором у нас третья книга Хитападеша со словариком, то по аналогии звучит отрывок из Махабхараты со словариком. Словарик Касовича, конечно, уступает Кудрявскому, но, с другой стороны, на русском языке не так много книг на санскрите и о санскрите, поэтому выбирать особо не приходится. В этой книге не исправлялись опечатки. Их тут некоторое количество имеется, но не в ответственных местах. В глоссарии и в Девенадорском тексте их немного. Поэтому имейте в виду, что здесь не исправлялось. И, помимо того, прилагается список опечаток в других книгах, как в учебнике Канабура, в Христоматии, рабочее название Лихушина, новая книга, и в Бюллере. Когда я обносил исправление в Бюллере, я допустил некоторые неточности. Здесь они перечислены. Собственно, вот так она выглядит за спинами. Некоторое количество книг имеется. Значит, книга стоит... Книга, 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 косовича стоит 350 рублей. То есть, плюс доставка где-то рублей 200-300. Те, кто оплачивали на планете электронную книгу, имеют право забрать самовывозом ее в Москве, в Питере, в Новосибирске и в Краснодаре. А все остальные могут получить ее по почте, доплатив почтовые расходы. То есть, где-то рублей 300 в среднем будет в стране. Собственно, и все. Значит, на планете мы собрали 20 150 рублей. Остальные 80 тысяч помогли собрать мои ближайшие ученики. И я бы хотел перечислить их фамилии. В самом конце приводится из 50 тех, кто мог. Книга выходит при исключительной поддержке. Амитовы, и содействие со стороны Сеничева, Калиты, Ганчевы, Пашкевич, Киселевы, Хрущинская, Кольчина и Муховская. То есть, отныне мы книги издаем не на деньги издателей, а на собственные деньги. Поэтому книги будут стоить дешевле, чем обычно. И, 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 что-то я еще хотел сказать. значит через 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 две недели книга уже окажется в разных концах вы сможете их забрать книги получил достаточно хорошо напечатано есть некоторые страницы побледнее то есть печать не самая черная но она и не самая дорогая сам тираж типографии стоил поиска 105 тысяч рублей потому что страниц на 16 страницы больше чем изначально планировалось из-за того что не вступительная статья о санскритской интернатуре но тем не так книга издана впереди очерк залезника и древний индийский синтаксис шерцла не теряйтесь вместе мы можем изменить изучение санскрита на русском языке спасибо